Дай почитать. Это роман в новеллах, их 17, и они объединены темой будущим человечеством. Вот оно, долгожданное. Человек стал бессмертным, но, к сожалению, оцифрованным. Власть в этом будущем принадлежит искусственному интеллекту, а жить там непросто. Идет полномасштабная война между разными видами людей. Первые впечатления – новеллы не связаны друг с другом, но по мере прочтения и погружения в текст начинаешь понимать, что читаешь главы цельного романа. Технологически будущее описано в духе общепринятых мерок. Антропоморфные роботы, виртуальные копии людей, колонизирует космос, искусственный интеллект обрел самостоятельность и осознанность. Есть еще и живые люди, надевающие на себя механические тела. Никогда не скрывала, что я не поклонник фантастике. Может, поэтому мне показалось именно с этой стороны, что книга доказательства человека какая-то невнятная, разрозненная, в описании этого далекого или не очень далекого будущего. И зачем вообще оно нарисовано таким, и какова цель всех этих разных типов существ? Тем не менее, невнятный футурологический прогноз написан неплохо на общепринятом русском языке. Главной темой споров героев в книге стал философский спор о том, а можно ли считать человеком цифровой слепок. А еще много описаний понятий семья, дружба, соперничество, любовь, творчество, предательство, подвиг, спасение души. Стремительно меняющийся мир действительно заставляет нас задумываться над тем, а что будет с человечеством через сто, триста, тысячу лет? Какой будет наша жизнь? Какое место в ней займет настоящий человек? Какие сферы жизни поглотит искусственный интеллект? И, наконец, возможно ли оцифровка человеческого мозга? А, собственно, что такое человек? Чем он отличается от машины? Понятно название книги «Доказательства человека». А чем докажешь, что мы, люди, лучше, чем искусственный интеллект или роботы? Гончуков использует устоявшиеся приемы научной фантастики и киберпанка. А возможно ли перетащить на свою сторону искусственный интеллект? Пока не поздно. 16+. Дай почитать